Такого понятия как депримирование нет в российском законодательстве, об этом мы тоже с вами поговорим, но сам факт того, что в организации появились идеи, но эти идеи были не очень эффективны, потому что они были для галочки. А потом вообще это все сошло на нет, потому что сколько можно придумать, непонятно что. Другая организация. Обязательное общее собрание. И все, естественно, в неравочее время, и все должны там присутствовать. Если не присутствуют, то фотографии тех, кто отсутствовал, на доске позора. Как вы думаете, насколько это было эффективно? Ну, люди, конечно, боялись, кто-то там из-под палки приходил на эти собрания, понятно, что занимались кто чем, не слушали то, что там происходит. Ну, а в конце концов вообще забастовали и сказали, что это неравочее время, мы можем использовать как хотим. А если будете продолжать, то мы обратимся куда надо. А куда надо, мы знаем. Либо в государственную инспекцию труда, либо в суд. Еще одна ситуация. Open Space. Открытая площадка, и там стоят перегородки, знаете, да? Такое большое пространство. И у каждого за перегородками есть свое местечко небольшое. При этом люди уходят с работы домой и оставляют все документы. Это, конечно, безобразие, включенные компьютеры и персональные данные, конфиденциальная информация. Пожалуйста, заходи, кто хочешь, бери, что хочешь. И тогда было принято решение провести игру. Называется игра «Остров сокровищ». Ну, естественно, приказ был издан, что если работник уходит домой, оставляя документы на столе, после рабочего времени, после 18, представители службы безопасности проходят, забирают эти документы, а взамен оставляют черную метку. И работник утром должен, если он увидит черную метку, он должен обратиться в службу безопасности, чтобы ему вернули его документы. Он пишет объяснение, и так далее, с ним разбираются, и так далее. Как вы думаете, эффективно это было? Вот это оказалось, как ни странно, эффективно. Смотрите, игра эффективна, а депримирование и доскопозор не очень. Ну и еще, опоздание на работу, штраф. Эта история, я думаю, многим и знакома. Ну, понятно, что это незаконно, да, это безобразие. Но в одной организации дошло до обратного эффекта. То есть, да, опаздывали на работу, да, безобразие, ничего не могли сделать. Вот решили ввести систему штрафов. Скажем, на одну минуту опоздал 100 рублей или 10 рублей, я не помню. Это не имеет значения. Ну, вообще, небольшие какие-то суммы. И тогда работники умышленно стали приходить позже, совершенно спокойно, не торопились никуда. Они сразу уже откладывали определенную сумму к себе. Они посчитали, насколько нужно опоздать, сколько я мог бы потратить на это. И опоздания даже по количеству времени увеличились. Да, я, собственно, к чему? К тому, что, когда мы применяем дисциплинаное взыскание, во-первых, нужно действовать в рамках закона, а во-вторых, иногда даже, может быть, лучше проекцию вот такую вот применить, да, обратиться как бы не к взрослому в человеке, а именно к ребенку. Давайте подведем итог. Для чего нужна отрицательная негативная мотивация? Это комплекс материальных и моральных наказаний. Только для повышения исполнительской дисциплины. В остальных случаях не работает. Ну, и исполнительская тоже не всегда. Можно ли уволить работника за опоздание или за отказ участвовать в субботнике? Вот это тоже очень важный вопрос, потому что он касается того, что у нас в законодательстве, к большому сожалению, нет примеров, скажем так, примеров, перечня дисциплинарного проступка. Определение есть. Это неисполнение или ненадлежащее исполнение работникам своих трудовых обязанностей. Без вашей причины, естественно. А перечни нет. Ну, что значит, работник считает, что у него уважительная причина, а работник считает, что нет. Вот он, конфликт. Тогда в дело подключились представители Верховного суда Российской Федерации. Наверняка вам знакомо это постановление Верховного суда Российской Федерации. Оно называется «О применении суда Нероссийской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации». Обратите внимание на дату. В 2004 год. Кто помнит, когда был введен в силу, вступил в силу Трудовой кодекс Российской Федерации, которым мы сегодня пользуемся. 420-я статья Трудового кодекса властит о том, что с 1 февраля 2002 года Трудовой кодекс вступил в силу. Таким образом, когда новый какой-то документ разрабатывается, естественно, у него есть какие-то недочеты, недоработки. И вот, когда мы задавали какой-то вопрос, я в тот момент работала в отделе кадра, задавали вопрос, непонятное что-то. Нам говорили, практика покажет. Имели в виду вот эту судебную практику, и вот, наконец, мы получили этот документ в 2004 году. То есть 2 года ждали практику, наработали, наработали. В этом документе даются рекомендации судьям, как себя вести в случае, если что-то будет непонятно. В частности, в этом же документе есть примерный перечень дисциплинарных проступков, к которым относят, например, отсутствие безуважительной причины на работе или на рабочем месте. Мы видим, что понятие опоздания не существует в трудовом законодательстве. Есть понятие отсутствия безуважительной причины. То есть отсутствие может быть и в начале рабочего дня, и в конце рабочего дня, и в середине рабочего дня тоже может быть. Еще один дисциплинарный проступок. Отказ безуважительной причины от выполнения обязанностей в связи с изменением норм труда. Например, раньше мы делали 2 отчета в день, а теперь нам установили шикарную программу, и мы можем делать 10 отчетов в день. Если кто-то отказывается, значит выясняю причину. Если у вас что-то причины нет, допустим, я не могу делать 10 отчетов, потому что я не владею этой программой. Пожалуйста, иди обучись этой программе. Ну или работодатель предоставляет такую возможность. Следующий момент. Отказ или уклонение безуважительной причины от медицинского освидетельствования. Понятно, что речь идет не о всех работниках, а только о определенных категориях, которые перечислены в Турнал-Кодексе, например, в 213 статье, и в требованиях к квалификации и в требованиях к определенной работе. Например, водители, да, все водители должны предъявлять справку и проходить перед водителем и периодически медицинские осмотры. Вот, пожалуйста. Отказ или уклонение безуважительной причины от сдачи экзамена по охране труда. Тоже не для всех работников, а для тех, кто обязан это делать. Сдача экзамена. Сдают экзамены специалисты по охране техники безопасности, руководители равных уровней. Вот они обязаны это делать. Это именно это имеется в виду. Отказ безуважительной причины от письменного заключения договора о полноматериальной ответственности. Тоже понятно, что не на всех работниках ректорных пространяется, а только тех, с кем мы должны заключать договор о полноматериальной ответственности. Например, подальщик, кассир, правильно. Ну и прогул. Что такое прогул? Определение прогула дано в статье 81 в части 1, пункте 6, под пункте А, Трудового кодекса Российской Федерации. Помните, что это такое? В общем, в 4 часов. И все? Только более 4 часов подряд? Да. Или еще что-то может быть? А у нас работает совместитель. Да. Вот как с ним быть? А у него рабочий день 2 часа всего. Давайте еще раз. Вот я вам прям процитирую, да? Итак, статья 81, часть 1, пункт 6, под пункт А. Прогул. То есть отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня смены, независимо от его или ее продолжительности. То есть если у совместителя, в котором договорно написано, что у него смена или рабочий день 2 часа, вот не было его 2 часа на работе, значит это уже прогул. А также в случае отсутствия на рабочем месте, как вы справедливо заметили без уважительных причин, более 4 часов подряд в течение рабочего дня смены. Здесь ключевые слова «более», то есть если мы напишем в акте 4 часа, это еще не прогул, а 4 часа и 1 минута, это уже прогул. Здесь суды по-разному относятся к этому слову подряд, например, у работника обеденный перерыв попадает на время отсутствия, то есть он с утра не явился в 9 часов, затем в 3 часа его не был на рабочем месте, в 12, с 12 до 13 у него обеденный перерыв, и затем он вернулся, предположим, в 15 часов. Вот был это прогул или нет. Да, в 15 часов, нормально, хорошо. У нас уже получается 5 часов отсутствия, правильно? Суммарно. Вместе с тем суды по-разному принимают решения. В одних случаях судья считает, что обеденный перерыв не прерывает течение, ну он просто не входит, потому что это время отдыха и не входит рабочее время. Поэтому мы считаем, до обеда 3 часа и плюс после обеда 2 часа, получается суммарно 5. Да, это прогул. Другой судья говорит, нет, до обеда, до перерыва это было одно рабочее время, а затем начинается с самого начала, то есть еще 2 часа прогул не в первом, а в втором случае не было. Вот, поэтому с прогулом здесь все неоднозначно. Итак, мы с вами перечислили те дисциплинарные проступки, перечень которых установлены в постановлении Верховного Суда Российской Федерации. Дисциплинарная ответственность бывает разной. Общая дисциплинарная ответственность относится и распространяется абсолютно на всех работников любой организации, независимо от местоположения, сфер деятельности, масштаба и так далее. Все. А вот есть еще так называемые специальные, которые установлены уставами и положениями о дисциплине для определенной категории работников в отдельных отраслях экономики. В одной организации работник опоздал на 5 минут, это, конечно, безобразие, но это не смертельно, потому что там гипотеграфик, можно приходить к 12, а не к 9 и так далее. А в другой организации, ну, например, водитель электровоза опоздал на 5 минут. Понятно, электровоз стоит на месте, график сбивается, остальные тоже задержаны и так далее. Это уже несутся определенные потери и дисциплинарная ответственность будет более жесткой. Вы знаете, что когда перестал существовать Союз Советских Социалистических Республик, Российская Федерация стала его правоприемником. Поэтому вот те документы, которые были разработаны и имели силу в советское время, они до сих пор имеют силу в случае, если они официально не отменены. Либо эти документы не отменены, имеют силу, но не противоречат тому, что происходит сейчас нынешнему законодательству. Поэтому я привожу в пример, например, один из союзных документов, который был утвержден постановлением Совета Министров СССР в 1985 году. Он называется Устав о дисциплине работников речного транспорта СССР. Вот так он называется, но он до сих пор действует. А вот российские уже новые документы, которые на сегодняшний день имеют место быть. Например, положение дисциплины работников железнодорожного транспорта Российской Федерации. И второй документ – это Устав о дисциплине работников морского транспорта. Это уже 2000 год. Это Россия. Ну да, 1992 год – это уже Российская Федерация. Да, все правильно. Вопрос, допустимо ли применение штрафов или депримирование работников. Давайте разбираться. Обнаружил трудовую дисциплину, выбирай наказание. Коня потеряешь, голову потеряешь или уволишься по собственному желанию. А кто знает, какие дисциплинарные взыскания есть в Трудовом кодексе Российской Федерации? Замечание, выговор и увольнение. Давайте проверим. 192 статья Трудового кодекса. Да, действительно. Замечание, выговор и увольнение. Но увольнение не любое, как мы понимаем, а только по определенным основаниям. Например, так называемые виновные действия. Это начиная с 5 по 10 кунт части 1 статьи 81 инициативы работодателя. И дальше вот эти статьи, которые перечислены, они касаются 336 статьи о специфике работы педагогического работника, а 348 с индексом 11. Она касается деятельности тренеров и спортсменов. То есть это уже специфика пошла. При этом не допускается применение в дисциплинах взысканий, не предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. Следовательно, такие понятия, как депримирование, штраф, тем более, они недопустимы. Что такое штраф? Работник что-то не выполнил, ну, предположим, вовремя не сдал отчет, и у него из зарплаты вычитают какую-то сумму. Вот это нарушение трудового законодательства, потому что заработная плата выплачивается за определенные условия, уговаривающиеся в трудовом договоре работника. Это депримирование, штраф. Что касается депримирования, это завуалированный штраф, и очень часто оно применяется, когда в положении по главе труда мы пишем, что если работник что-то там не выполнил, то он получит какую-то сумму премии. Но это не очень корректно, потому что премия дается за что-то выполненное, то есть некорректная формулировка. Например, вам на день рождения дарят красивую куклу, большая, красивая, но у этой куклы нет ноги. Вы спрашиваете, а где нога-то у куклы? А вам говорят, а помнишь, ты себя плохо вел вчера, поэтому тебя депримируют, то есть наказали таким образом. Сами понимаете, что весь подарок, он уже теряет смысл, уже не так приятен подарок. Поэтому премия, она всегда на позитиве. Мы прописываем в положении в оплате труда, вот если работник выполнит, он получит. То есть депримирование не является мотивацией абсолютно, тем более с точки зрения трудового законодательства тоже недопустимо. Вместе с тем, для отдельной категории работников возможны и другие виды взысканий. Например, строгие выгоды, опять же, не для всех, а для определенных категорий. Сейчас объясню для кого. Предупреждение, предупреждение о неполном служебном соответствии, понижение в классном чине и так далее. Для кого предусмотрены вот такие дисциплинарные взыскания? Например, для работников органов внутренних дел, следственных комитетов, прокуратуры, государственных служащих, работников православного флота, морского железнодорожного транспорта и организаций, эксплуатирующих особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты. То есть, вы понимаете, что на всех мы обсуждать не можем, это утверждено федеральными законами или какими-то другими документами, например, постановлениями правительства или указами президента Российской Федерации. Пример. Это пункт 13. Устав о дисциплине работников морского транспорта. За совершение дисциплинарного проступка к работникам могут применены следующие виды дисциплинарного взыскания. Замечание, выговор, строгий выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии и увольнение. Вот так написано в этом уставе. И распространяется только на этих работников. При этом при наложении дисциплинарного взыскания мы должны учитывать тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. Вот, к сожалению, наши работодатели на это не обращают внимания. Например, работник обознал на работу на 2 часа. Генеральный директор запросил у него объяснение. Тот пишет, я попал в пробку и находился в пробке. Генеральный директор не поверил ему, потому что они ездят одной и той же дорогой, по одной и той же трассе, в одно и то же время. И он говорит, я проехал, не было никаких пробок, поэтому я тебе не верю и уволил его. Что делает суд? Ну, естественно, работник подал в суд, понятно. Суд сделал запрос в ГИБДД и выяснилось, что да, действительно, в этот момент, когда генеральный директор проехал, все было хорошо, буквально через минуту авария. И вот этот работник, он застрял время в пробке из-за этой аварии. Суд восстановил работника на работе. И вот эту работу должен был, по идее, проделать сам работодатель. Выяснить, насколько это так или иначе, а не довольствоваться какими-то своими эмоциями. Итак, обстоятельства, при которых были совершены, и тяжесть. Например, если работник опаздывает на работу на одну минуту, то бухгалтер скажет. Обычная организация, где никаких последствий этого опоздания за одну минуту не может быть, а его за это увольняют. Понятно, что тяжесть совершенного проступка и наказание просто несовместимы. И суды тоже все это будут рассматривать. Ну, вот тоже пример о дисциплине, и мнение работников морского транспорта. При определении вида дисциплинарного взыскания, учитывается, сказано в пункте 24 этого документа, характер дисциплинарного проступка, причиненный им вред, обстоятельства и мотивы его совершения, а также предшествующие поведение работника и его отношения к труду. Вот, как правило, суды все это рассматривают. Они запрашивают характеристики, спрашивают, были ли какие-то взыскания за этот период и так далее. Есть официальный информационно-консультационный портал Роструда. Роструд.ру. Вот его главная страница. На этом портале есть разъяснение Роструда по поводу дисциплинарного взыскания. Там написано, что трудовое законодательство не предусматривает взыскание работодателям с работника какого-либо штрафа за надлежащие исполнение трудовых обязанностей. Мы говорили, что это недопустимо. Вместе с тем, если речь идет о таких нарушениях, как опоздание, отвлечение от работы на перекуры, чаепития и так далее, за пределами предусмотренных в течение рабочего дня перерывов для приема пищи и отдыха, работодатель вправе не оплачивать, не отработанного сотрудникам, время. Работодатель обязан оплачивать работнику только то время, которое работник фактически отработал. Кроме того, необходимо оплачивать время, в течение которого сотрудник на работе отсутствовал, но за ним сохранялся место работы заработной платы, отпуск, командировка и так далее. В ситуации, когда сотрудник из-за опозданий, перекурок, чаепитий и других несанкционированных перерывов не отработал положенное время, то оплачивать это неотработанное время работодатель не должен. При этом работодатель должен вести учет фактически отработанного времени. Ситуация. Работник отсутствует на работе, работодатель применяет дисциплинарное взыскание, как он считает этот работодатель, справедливо, то есть удерживает заработной платы в какую-то сумму. Естественно, работник оказывается прав, и суд встает на его сторону. А каким образом можно оформить в данном случае то, что пишет Рострук? Очень просто. Табелем, правильно, табелем учета рабочего времени. Мы в табеле указываем фактически отработанное время, все остальное не оплачивается. А если его действия еще повлекли в какие-то последствия, вот тогда уже мы начинаем разбираться с этим, какие действия. Но ни в коем случае не штраф и не депримирование. А если у него почасовая оплата? Да. Если у него почасовая оплата? Да. Или почасовая оплата? Опасно. Давайте разберемся, в чем разница между такими взысканиями, как замечание и выговор. И правильный ответ, никаких характерных отличий между выговором и замечанием нет. Потому что мы открываем трудовой кодекс и читаем, опять же, 192-я статья, что дисциплинарными взысканиями являются и просто перечень. Как быть в этом случае? В этом случае есть вариант прописать это в локальном инновативном акте. Например, мы гишим в правилах внутреннего методового распорядка, что замечание это более мягкое дисциплинарное взыскание, увольнение самое строгое, между ними выговор. Но поскольку процедурно все одинаково, то эту разницу можно установить следующим образом. Мы можем написать, что замечание применяется за следующие дисциплинарные проступки. А выговор за другие дисциплинарные проступки. Мы можем как-то их связать, чтобы был логический переход от одного более мягкого к другому более сложному. Например, два замечания равно одному выговору. И еще. Эти взыскания могут внести какие-то последствия с собой. Например, в положении о примировании можно написать, что в случае, где премия выплачивается в том случае, если у работника за этот период нет замечаний и выговоров. Можно также прописать положение в каком-нибудь локальном нормативном акте, что в случае, если у работника есть замечания или выговор, то он не имеет право принимать участие в каком-то конкурсе, на лучшем по профессии, если есть такие конкурсы и так далее. То есть все это нужно прописать. Иногда говорят, что замечание это устно, а выговор это письменное взыскание. Вот я бы не стала этого делать, потому что независимо от того, объявляем мы выговор или применяем дисциплинарное взыскание в виде замечания, и то, и другое может являться основанием для увольнения работника по пункту 5, части 1, статьи 81, неоднократное неисполнение. А если мы устно об этом говорим, то как потом нам объяснить и доказать, что это было применено? Расскажите. Разница между замечанием и выговором. Выговор может применить только руководитель организации своим приказом, а замечания, например, могут объявлять руководитель подразделения своим распоряжением. То есть по статусу вроде бы пониже, но все равно это взыскание. Вот тоже пример устава о дисциплине работников морского флота. Обратите внимание, у них даже четко прописано, кто может применять какие взыскания. Например, капитан самоходного судна с экипажем численности немедленности человек, к работникам, членам экипажа этого судна. И виды взыскания. Замечания, выговор и строгий выговор. А вот, например, руководитель, обладающий правом приема работника морского транспорта на работу, к работнику принятым всей дисциплине на взыскание. Вот, на мой взгляд, каждая организация для себя должна сделать вот какую-то такую санудку, четко прописать. И мы помним, что при поступлении на работу до подписания трудовой договора работник знакомится с локальными нормативными актами. И если его что-то не устраивает, вот, приеме и дисциплине на взыскание, он имеет право не подписывать трудовой договор. И наши отношения-то на войне не состоятся. Ну, а если он подписал, значит, таким образом он покажет, что согласен на применение таких взысканий. Следующий вопрос. Определены ли сроки для применения дисциплинарного взыскания? И ответ. Да? 193 статья. Давайте разбираться. Вот здесь перечислены сроки. Я бы хотела привести пару примеров. Первый кейс. Работник опоздал 5 ноября 2015 года, предположим, на полчаса на работу. То есть отсутствует на рабочем месте в течение получаса. Вопрос. Исходя вот из этой информации, данной в статье 193, когда мы обязаны, ну, не обязаны, так скажем, когда мы можем, да, зафиксировать акт его отсутствия? Какой даты? Пятого, одиннадцатого он опоздал. В день опоздания. В день опоздания сразу, немедленно. Тут же фиксируем как раз двумя свидетелями все это. Акт. Вопрос. Когда мы должны ему дать запрос на предель объяснения? Запрос. Если мы в письменной форме хотим. У нас конфликтная ситуация, мы хотим подготовиться к суду, и решим в письменной форме вот такой запрос ему передать. Вот когда мы должны это сделать? В течение трех дней. Так, хорошо, ладно, будем разбираться. Все-таки в течение трех дней. Когда работник должен представить нам это объяснение? Получил запрос. Понятно. Как получил запрос, он сразу же немедленно должен сесть и написать объяснение. Нет, все-таки какие-то сроки есть. Хорошо, ну и последнее. Нет, еще два вопроса. Первое. А если он отказывается? Говорит, не буду писать объяснение. Что мы делаем? Ну, а составляется акт. Составляется акт. Акт оботказать. Когда? В день. Сразу же, как только отказался. Вот отказался, сразу же. А вот сложный вопрос. А если он не отказывается? Говорит, я напишу завтра. Завтра же напишет. Ну, к ним подходим, он говорит, я напишу послезавтра. Опять напишет. Вот сколько мы будем ждать? Есть какие-то сроки? Есть. Да. Ну, давайте еще раз. Ту же самую ситуацию, теперь с правильными ответами. Как только совершено какое-то нарушение трудовой дисциплины, мы сразу же фиксируем в этот же день свидетелями. Тут же запрашиваем объяснение в устной форме, или лучше в письменной, если это конфликтная какая-то ситуация, в этот же день. Работнику дается, как вы видите, в соответствии со 193 статьей, два рабочих дня. Два рабочих дня, чтобы он написал объяснение. И мы начинаем считать. С 5-го, 1-й рабочий день. С 6-го, 2-й. По истечении двух рабочих дней мы можем, то есть 7-го, да? С 7-го ноября мы можем уже составить акт о непредоставлении письменного объяснения. Если он отказывается, тут же при нем составляем акт об отказе. Следующий вопрос. А когда мы можем применить дисциплинарное взыскание, то есть издать приказ о дисциплинарном взыскании? С какого момента? Со дня обнаружения, когда мы это зафиксировали, например, актом. Потому что иначе очень трудно будет доказать. Итак, 5-го числа был акт об отсутствии на рабочем месте. Следующий приказ должен быть не позднее 4-го 9-го кокабря. Совершенно верно. Другая ситуация. Вот здесь вот все просто. Потому что событие, собственно, произошло, совершение проступка и обнаружение в один день. А сейчас немного посложнее. Работник находился в командировке, в служебной командировке, с 9-го по 13-е ноября. С недельника по пятницу. Вот это день не получается. Вот послушайте, я еще не договорила. Итак, мы его отправили в командировку. И вдруг узнаем, что в 13-го ноября, в пятницу, в пятницу 13-го, он там что-то совершил, но, предположим, не присутствовал на том рабочем месте, на котором он должен был. Нам сообщили об этом. Он приезжает 16-го, 11-го, это понедельник, и дает нам отчет о том, что да, действительно, вот 13-го он присутствовал, нет никакой вашей причины. И мы должны как-то применить взыскание. Теперь вопрос. Если он нам устно сообщает о том, что вот 16-го, ничего такого не было, я буду уважать на причины, когда мы должны запросить объяснение? В этом же день, 16-го, согласна. Акт об отказе, если он отказался? Сразу же, по факту. Как только отказался, сразу же составим акт. Лучше, если у нас есть, будут шаблоны этих актов, образцы, которые мы берем и сразу же заполняем. Акт о непредоставлении объяснения. Когда? Ну да, скажите. 16-е, 17-е рабочие дни. 18-е уже составляем. Хорошо. Приказ, когда можем издать, не позднее? Дело в том, что есть две точки отчета. Посмотрите, пожалуйста. Первая точка отчета. Не позднее одного месяца дня обнаружение проступка. Обнаружили мы 16-го. И не позднее шести месяцев со дня совершения проступка. А проступок когда был совершен? 13-го. 13-го, то есть раньше. Видите, в чем разница? А может быть, после командировки он еще в отпуск, как правило, потом заболел. То есть вот как раз вот это вот время тянется, тянется. И мы начинаем все это считать, чтобы не прошло этих шести месяцев. Ну, в нашем случае, значит, мы начинаем считать 16-го, да, обнаружение проступка. 15-го декабря. Верно, но он же вернулся. В нашей ситуации он вернулся из командировки. Проступок совершен. Да, да, да. 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 Ну и если это результаты ревизии проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки, работателю дается 2 года со дня совершения проступки. есть ли он в течение полу года на какие-то какие-то... Продолжаем. Следующий вопрос. Как правильно оформить дисциплинарное взыскание? И у нас есть пошаговый алгоритм. Этапы. Первое. Для того, чтобы это было эффективно, необходимо разработать систему стандартов. И где-то это все утвердится. Допустим, в локальном нормативном акте. Обязательно установлены нормативы. Что считается правовым, например. Что считается... Сколько можно отсутствовать на рабочем месте. И так далее. То есть вот какие-то нормативы, которые работник должен знать. Донести информацию до сотрудников под подпись обязательно. И систему наказания применять последовательно. Мы с вами говорили, да, что если несколько, допустим, замечаний, можно уже выговор. Несколько выговоров можно уже увольнять. Ну, я условно говорю, потому что есть проступки, за которые можно сразу уволить. Вы знаете, однократное, грубое нарушение. Это пункт 6, часть 1, статья 81. И обязательно отслеживать эффективность системы наказания. Если она не работает, мы собираем статистику, если она не работает, то какой смысл ее также применять? Еще одна очень важная вещь, это то, что за каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное изыскание. И оно может быть обжаловано работникам в государственную инспекцию или в суд. Пример. Молодой человек нарушает судовую дисциплину на заводе. К нему подходит начальник производства и говорит, мне надоело тебе делать замечание, вот тебе выбор. Копию приказа он вешает на доску объявлений, все вокруг собираются и, естественно, говорят, ай-яй, как же так? Этот молодой человек очень нервничает, срывает копию этого приказа и, естественно, говорит все, что он думает об этом начальнике производства. Тот говорит, у тебя уже столько всяких засканий, что я могу тебя уволить. Идет, оформляет увольнение. Действительно, он имеет право на это. Вместе с тем, данный приказ не отменяет. То есть за один и тот же проступок приказ о выговоре и приказ о выводе. Суд восстанавливает этого молодого человека, потому что считает, что нужно применять только одну дисциплину на заводе. И выбирает увольнение мягкое. Абсолютно верно. Сегодня, завтра это да, или там вчера это разные. Если они оформлены разными документами. Если это один какой-то документ, как в данном случае, тогда это как раз одно дисциплинарное взыскание считается. Один проступок, одно взыскание. Ну а если говорить с точки зрения трудового законодательства, то сначала идет фиксация нарушения разными документами. Затем просим объяснить работника предоставить объяснение. И мы помним, акты составляем. Издаем приказ о применении дисциплинарного взыскания. И запись о применении дисциплинарного взыскания никуда не вносится. Ни в один документ. За исключением случаев, когда дисциплинарное взыскание является что? Увольнение. Вот увольнение вносится. Увольнение не вносится. Пример акта. Акта фиксации. Ну это вот одна из форм акта. В вашей организации наверняка есть свои какие-то формы акта. Об отсутствии работника на рабочем месте. Обратите внимание, что на присоставление акта присутствуют свидетели, которым могут доказать, что да, действительно его не было. Ну вот объяснение арт-директора, почему он опоздал на работу. Напоминаю, что непредоставление работникам объяснений не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Самое главное правильно это оформить. То есть оформить актом. Либо отказ, либо... Это является объяснительной запиской. Если работодатель что-то непонятно, то он может обратиться к работнику за разъяснение в письменной форме. Дайте, пожалуйста, разъяснение, что означает этот рисунок, этот, этот, и так далее. Да, и нет. Пример акта об отказе работника от дачи объяснений. Обратите внимание, что мы обязательно должны с этим актом ознакомить работника, чтобы он был знаком, что да, вот такой акт составлен. Ну, а это пример приказа. Чем мне нравится именно вот такой подход? Вы видите, что эта форма не унифицированная, она утверждена приказом генерального директора конкретной организации. Хотя за основу взята именно унифицированная форма. Мне нравятся подробности, с которыми составлен этот приказ. Видите, что констатирующая часть, она подробно описывает, что произошло. С указанием к дат, фамилии, имен, отчеств, фактов. То есть все здесь подробно расписано. А внизу, там, где основание документов, здесь перечислены те документы, которые были составлены. Их достаточно много, даже визуально видно, как их много. И акты, и докладные записки, и так далее. И если все эти документы грамотно составлены, я думаю, что шансов восстановиться у этого работника практически нет. Ну вот еще один акт об отказе работника от подписания приказа об увольнении. Мы также знаем, что работники, мы должны ознакомить работника с таким приказом, и он ставит свою подпись. Если он отказывается, значит, составляем подобный акт. На что хочу обратить внимание. Мы приглашаем работника, просим, чтобы он ознакомился с приказом, он читает, говорит, я не согласен. Мы объясняем, что подпись не о согласии, а об ознакомлении. Что он видел, что он читал, что он понял, что там написано. Работник говорит, ну что, все равно не будут подписывать. Отлично. Мы составляем акт об отказе работника от подписания приказа об увольнении, вернее, об отказе от ознакомления с приказом, и в результате суд его восстанавливает. Почему? Потому что он доказывает, что он не отказывался подписать приказ. Поэтому здесь нужно быть формулировкой очень внимательной. Об отказе работника от подписания приказа об ознакомлении. Ну и еще. 194-я статья. Если работник в течение года, со дня применения дисциплинарного взыскания, не подвергнут другому взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарным взысканием. Не уволить его, например, по конту 5, части 1, статьи 81, за неоднократные взыскания мы не можем. Ну и также, до стечения года, также можно снять с работника дисциплинарное взыскание. Официально это оформить. Не просто сказать, все, ты теперь чист перед организацией, а обязательно это оформив приказом соответствующим. Давайте посмотрим, какие типичные ошибки допускаются работодателями при применении дисциплинарных взысканий. Я сейчас их перечислю, а потом расскажу вам несколько случаев из судебной практики. Причем 2015 года, вот уже совсем свежие. Первая ошибка, чаще всего встречающаяся. Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных законодательствам. Можете привести пример? Строгий выговор. Вот как раз строгий выговор, это не самое страшное. А вот гораздо серьезнее, это какие? Штрафы и депринирование. Вот это серьезно, потому что это уже материальное взыскание. Несоблюдение сроков применения дисциплинарного взыскания. Мы с вами говорили об этих сроках. Со дня свершения проступка, когда вам нужно применить? Позднее, чем? А со дня обнаружения? Полгода со дня совершения и один месяц со дня обнаружения. Как правило, обнаружение позже, чем совершение, либо в один момент, в одну дату, либо позже, правильно? Поэтому вот так вот и считаем. Нарушение процедуры применения дисциплинарного взыскания, фиксация факта. Факт, например, не зафиксирован. Или зафиксирован неграмотно. Запрос объяснения в письменной форме. Попросили устно написать объяснение. Работник этого не сделал, а потом в главную путь попросил. Составление актов об отказе, либо о непредоставлении объяснения. Об этом мы тоже говорили. Еще одна ошибка. Отсутствие подтверждения в письменной форме и ознакомления работника с приказом о применении дисциплинарного взыскания. То есть не составлен акт. Просто подписан приказ и все. И увольнение работника за неоднократные исполнения трудных обязанностей, когда уже было снято дисциплинарное взыскание. То есть не имело юридической силы. Ну а теперь решение судовое. Первый случай, о котором я хочу рассказать. Суд состоялся в мае 2015 года в городе Владивосток. В чем была ситуация? Заместитель начальника неведомственной охраны был подвергнут дисциплинарному взысканию в связи с тем, что на рабочей месте находился не в форме и без жетона. К нему применили дисциплинарное взыскание в виде выговора. Он подал в суд, что решил суд. Суд посмотрел все обстоятельства дела и выяснил, что ответчиком, то есть работодателем, была нарушена процедура привлечения его в дисциплинарные ответственности. Был приказ о проведении служебной проверки, вернее не было приказа, и служебная проверка не проводилась. Почему должна была проводиться служебная проверка? Потому что в служебной записке его начальника, который он написал, было написано, что он находился на рабочем месте, но не написано было четко, где, в каком месте это рабочее место его было, и когда это происходило, то есть в какое время, может быть, это было в нерабочее время, это надо было фиксировать. В результате, как пишет работник в своем заявлении, истец, в результате незаконных действий работодателя, он испытал стресс, нравственные страдания, что отразилось на состоянии его здоровья, болела голова, повысилось давление и просит возместить ему моральный брест. Рассматривая это дело, суд постановил, что ответчикам не представлено суду доказательств обеспечения истца форменной одежды в полном объеме. То есть работодатель его просто не снабдил рубашками, в частности, и обувью. Поэтому у работника просто не было этого. Таким образом, в суду не представлена доказательств вины этого работника в совершении дисциплинарного проступка. Также в суду не представлена доказательств учета ответчикам при наложении взыскания тяжести проступка, а также учет предшествующего поведения работника. И вот нашим опытом, помните, мы говорили об этом, как это важно. В результате суд пришел к поводу об удовлетворении требований местца о признании приказа о вложении в дисциплинарное взыскание не запомнил. Еще одно дело было, это уже по поводу прогула. Тут уже посерьезнее, здесь было увольнение. В Майкопе в июле нынешнего года суд состоялся. Ситуация. Истец обратился в городской суд с иском к своему работодателю о признании приказа об увольнении недействительным. Обязание внести изменения в трудовую книжку, выдачить дубликаты в трудовой книжке, взыскание заработной платы за вынужденный право. Что произошло? Работодатель не выплачивал заработную плату. И работник вынужден был приостановить работу до выплаты заработной платы, что подтверждается заявлением истца на имя работодателя. А работодатель не обратился к истцу с требованиями об объяснении невыхода на работу и уволил за прогулку. Суд считает, что до применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника письменного объяснения. Никакого объяснения в данном случае не было. И из материалов дела следует, что от истца работодателя подано заявление об увольнении по собственному желанию. На заявлении руководителю нужна резолюция. Причем самое интересное, что работник пишет прошу уволить меня по собственному желанию, а руководитель пишет взять объяснитель, где он находился с такой-то даты по такой-то, и в случае отказа от объяснения и дачи объяснительной о пристановке работы уволит за праву. Что, собственно говоря, они сделают. Но самое интересное, что приказ, акт об отказе работника от дачи объяснения был позже составлен, чем приказ об увольнении. То есть сначала приказ об увольнении, а потом вот это так. На один день позже. И что еще интересно было. Да, вот еще один риск, я всегда говорю об этом и повторяю, что все, что работник должен написать собственноручно, пусть он пишет собственноручно. Потому что вот в нашей ситуации, в данной, было написано, что представленная в суд копия приказа об увольнении работника, на которой имеется подпись этого работника об ознакомлении с приказом. И рукописный текст с приказом не согласен, пишет работник, заявление не писал, не содержит сведения о том, когда из ЦОН произведена данная запись. Дата, изготовленная печатным способом, не может свидетельствовать, что это действительная дата ознакомления с приказом. Вот поэтому никаких дат, никаких фамилий, ничего не пишем, все он сам собственноручно. Ну и естественно, апелляционную жалобу без удовлетворения оставить. Еще один случай, который произошел совсем недавно, вот в октябре был суд, это в Якутии, произошло в Центральной районной больнице. Работника уволили за неоднократное неисполнение по пункту 5, части 1, статьи 81. Что произошло? Его отзывали из отпуска, и естественно, он имел право на предоставление этих дней отпуска в другое время. По его желанию причем. В приказе было так написано, по его желанию. Он изъявил желание, ушел в эти дни, использовал. Ему, значит, написали, что это наущение, потому что он ушел без согласования с работодателем. Кроме того, он является членом профсоюза, а уволили они без согласования с профсоюзом, без учета мнения профсоюзной организации. Была создана комиссия, которая единогласно проголосовала взволновление этого работника. Естественно, протокол был, он уволен, но и суд тоже его восстановил, потому что он не был знаком ни с приказами, а применение к нему дисциплинарное взыскание, ни с другими документами. И самое интересное, что работодатель тоже не смог предъявить эти документы. Вот такая у нас судебная практика. Если он поставит похожий, поставит приточек, но он не ознакомился, как считается. Не ознакомился с вами. Работодатель должен доказать в суде, что работник был знаком. А поскольку доказательств нет, то, конечно, пользу работника трактуется. Ну что же, давайте посмотрим, какие вопросы мы рассмотрели. Для чего применяется отрицательная мотивация? Можно ли уволить работника за опоздание или за отказ участвовать в сходнике? Допустимо ли применение штрафов или депримирование работников? В чем разница между замечанием и выговором? Определены ли сроки применения дисциплинарного взыскания? Как правильно оформить дисциплинарное взыскание? И типичные ошибки. Я сейчас отвечу на ваши вопросы, но сначала мне бы хотелось понять, насколько вы хорошо освоили эти знания. Я вам задам несколько вопросов с вариантами ответов, а вы попробуете дать правильные ответы, и мы с вами проверим ваши знания. Первый вопрос. Какие из перечисленных дисциплинарных взысканий имеют право применять работодатель в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации? Замечание, выговор, да и увольнение по соответствующим основаниям. Совершенно верно. Второй вопрос. Чем отличаются замечания и выговор с точки зрения Трудового кодекса Российской Федерации? В Трудовом кодексе Российской Федерации разница между замечанием и выговором не установлена. Все согласны? Да. Нет. Вот 192 статья просто перечислены. А чем друг от друга отличаются, это надо установить у себя в организации. Еще один вопрос. Перед применением дисциплинарных взысканий работодатель обязан. Конечно. Итак, все три правильных ответа. Работодатель должен убедиться, что соблюдены все сроки применения дисциплинарных взысканий, не прошли сроки. Запросить у работника объяснения должен убедиться, что это было уважительно или неуважительно причиной. Ну, конечно, он доверяется, что у работника не было уважительно причины для совершения дисциплинарных проступок на основании этого объяснения. Все три правильных ответа. Четвертый вопрос. Сколько дисциплинарных взысканий может быть применено за каждый дисциплинарный проступок? Все согласны, что только одно? Да, за каждый дисциплинарный проступок только одно. И, наконец, работник считается не имеющим дисциплинарного взыскания, если со дня применения дисциплинарного взыскания не будет подвергнут новым дисциплинарным взысканиям в течение... Не установлено? А я разве об этом не говорила? Одного года. Одного года, 194-й статья трудового кода. Кодекса в течение года работник считается подвергнутым дисциплинарному взысканию. Потом автоматически он уже считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Ну что же, еще раз напоминаю нашу схему прохождения курсов. Это оформление трудовых отношений, это менеджмент. И вот такие вопросы мы рассматриваем и в менеджменте, и на курсе кадровой работы в современной организации. Кому хочется подробнее об этом узнать, приходите, все расскажем. Напоминаю, что наш центр выдает следующие документы. Свидетельства, сочетательства на английском языке, удостоверение государственного образца и диплом по переквалификации. Теперь ваши вопросы готовы ответить. Если вопросов у нас нет, то я благодарю вас за внимание. Ваши вопросы можете отправлять по адресу. Я с вами прощаюсь.